Туннель первой ветки, высотная Копылова, заканчивается вот таким вот тупиком. Дальше прохода нет. Над нашими головами сейчас улица Годенко и Волочаевская. На самом деле картина здесь не очень приятная. Везде течет вода. Да и сам туннель напоминает разрушенное после бомбежки место. Выглядит красноярская подземка достаточно мрачно. По стенам стекает вода, тусклые лампочки еле освещают тоннель. А в лужах из глины и воды пролегает рельсовый путь. Это ветка высотная Копылова. Однако построить удалось только 2,5 километра. Затем дорога упирается в бетонный тупик. Здесь финансирование закончилось. Специалисты говорят, что состояние тоннеля хорошее. Опасений обрушения или деформации нет. Если будут деньги, то ударными темпами готовы приступить к возведению. Сейчас засыпать подземку нецелесообразно. Во-первых, очень много вложено. За годы строительства освоено порядка 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Вот все эти наши выработки и площадки. Во-вторых, вы сами сегодня прошли 2,5 километра подземных выработок. Это не все. Смею вас заверить. Всего пройдено под Красноярском порядка 3,5 километров. Депутаты городского совета провели выездное совещание на месте предполагаемой станции. Строительство Красноярской подземки хотят включить в программу социально-экономического развития краевого центра до 2030 года. Однако, чтобы начать работу, необходимы колоссальные вложения. По словам специалистов, только на строительство первой ветки потребуется 66 миллиардов рублей. И почти 10 лет. Но таких денег в краевом и городском бюджете нет. Поэтому говорили и о возможности засыпать построенные тоннели, чтобы не выделять средства на их содержание. Это ежегодно обходится в 50 миллионов рублей. Однако город развивается и потребность в метро будет чувствоваться острее. Население города будет расти. И мы планируем к 1933 году уже миллион 300 тысяч человек. Значит, нам нужно стремиться к тому, чтобы метро в городе Красноярске появилось. Тем более, что в генеральном плане мы предусмотрели метро как объект со своими границами, со своими выходами. То есть мы эти участки будем резервировать при развитии градостроительной политики. Сейчас построено всего 11% от запланированного, по словам архитекторов, проект, который разработали 20 лет назад и сейчас отвечает всем требованиям. Но все равно во время строительства некоторые вещи придется доработать. При принятии решения о возобновлении строительства очевидно, что те решения, которые были заложены в проект, они будут, безусловно, актуализированы, проведены в соответствии с действующими требованиями. Когда под Красноярском поедет первый поезд, сказать сложно. Сейчас в администрации города опять разрабатывают стратегию развития метрополитена. И, видимо, следующая остановка в 2030 году. Екатерина Погорелова, Максим Галат. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова